Игорь Райтерович сейчас с нами на связи. Игорь, здравствуйте, рада вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Приветствую. Ну, в особенности через своих западных агентов, разгоняя эту историю о том, что это была ракета ПВО, российские пропагандисты, есть такой, наверное, не могу говорить эти слова в эфире Freedom, человек, Джейсон Хинкл, в твиттер-аккаунт довольно известного этого человека, почитатель бывшего президента США, который побывал и на оккупированных территориях Украины, что интересно, поддерживает всецело российскую армию. Вот через таких полезных идиотов Россия разгоняет ныне истерику о том, что именно вот этот удар, этот взрыв был произведен после падения ракеты ПВО. Там интерпретации достаточно, но, в общем, это не ха 101-100%, говорят вот эти вот полезные самые идиоты. Игорь, вы можете оценить сейчас эффективность вот этой истерики, которая ныне несется по социальным сетям со стороны российской пропаганды? Как бы вы сказали, меняет ли она в целом отношение к этой абсолютно террористической атаке оккупантов по Киеву? Нет, я думаю, что она навряд ли может поменять отношение большинства людей, которые читают это и читают про это какую-то информацию в отношении того, что на самом деле произошло. Но, безусловно, вот эта вот компания истерии, она влияет на тех, кто и так, в принципе, либо поддерживает Российскую Федерацию, либо живет в мире вот постоянных каких-то теорий заговоров, в которых не все так однозначно. И мне кажется, главная цель, в первую очередь, была повлиять на эту аудиторию, сохранить эту аудиторию, чтобы какое-то определенное количество людей, незначительное, особенно в мировых масштабах, но, тем не менее, писала о том, что, да нет, ну на самом деле это не Россия, не все так однозначно, и давайте будем разбираться, давайте будем что-то там искать и так далее. То есть это ключевой момент. Попытка вывести это на какой-то более глобальный уровень, Россией была предпринята только во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, она с треском провалилась, потому что и мировые все СМИ, и представители стран, которые были, ну которые присутствовали на этом заседании, они очень четко дали понять, что им известна вся информация, она достаточно, нет смысла искать что-то там другое или сомневаться в, в конце концов, в данных объективного анализа, потому что было видео, оно было зафиксировано, ну когда прошло время уже там проведения предварительного расследования, это видео было выложено в информационное пространство, и там, ну очень четко видно, что это за ракета, как она летит и куда она летит, это самый важный момент. Поэтому в этом контексте в очередной раз российская информационная компания, конечно, провалилась, но они продолжают на нее все равно тратить силы, ресурсы, деньги, и будут эти тезисы, ну еще какое-то время, как минимум, крутить в информационном пространстве. Почему? Потому что главная цель России, это на самом деле даже не переубедить кого-то в чем-то, они уже давным-давно, я думаю, махнули на это рукой, потому что ничего не получается, в силу отсутствия просто объективных каких-то причин, скажем так, да, и данных, которые позволили бы России свою именно позицию как-то представлять. Они просто действуют по принципу, чтобы посеять сомнения, что ничто не является правдой, все является возможным, и вот это сомнение для них это достаточный результат. В каких-то определенных узких, но тем не менее, существующих там слоях им это удалось сделать, и в принципе, вот с помощью таких сюжетов, которые касаются таких трагических событий, они поддерживают вот это отношение, там, какой-то части мирового сообщества, очень незначительной части, но тем не менее, это та часть, которая тоже что-то пишет в публичном пространстве. И для России это то задание минимум, которое они выполняют. Но глобально, конечно, у них ничего уже давным-давно на информационном уровне не выходит. Они полностью проигрывают в этом плане информационную войну, которую они сами же и развязали. Но они будут, конечно, пытаться и дальше это внимание отвлекать, придумывать все более абсурдные какие-то обвинения, какие-то абсурдные, там, вбрасывать идеи, и пытаться, ну, отвлечь просто внимание от действительно того, что происходит, и от тех преступлений, которые, собственно, совершает Российская Федерация. Игорь, а на кого, собственно, эти месседжи, в первую очередь, были рассчитаны? Давайте, вот, наверное, поговорим о том, насколько это все на внутреннюю аудиторию, может быть, направлено. Там вообще заметили, что их страна ударила из стратегического бомбардировщика по детской больнице? Или это все для Запада, чтобы, скажем так, свои какие-то продвигательные цели? Там, конечно, значительная часть всех этих усилий была направлена именно на Запад. Это понятно, да? Почему? Потому что внутреннее пространство они в значительной мере и так контролируют. Но вот что интересно, история с вот этим ударом по Ахмадету в российском информационном пространстве, она отображалась в двух форматах. Это очень интересный такой момент. У них и раньше такое бывало, но не часто. Что я имею в виду? Первый формат — это не мы. То есть это, как там сказал Песков, антиракета. То есть они даже на уровне вот этого новояза придумывают какие-то абсолютно безумные фразы. И вот эта фраза, она ушла в народ, что как бы это все сделало украинское ППО. И, соответственно, мы к этому не имеем никакого отношения. Это была как бы официальная версия, которую озвучили представители российской власти. Ну и это тоже самое касается каких-то абсолютно провластных пропагандистов, которые у себя в телеграм-каналах это писали, обвиняя во всем, собственно говоря, Украину. Насколько это зашло российской аудитории? Ну это официальная позиция, они ее прочитали, пошли дальше. А вот второй формат, он очень показателен. Это был формат, который полностью опустили на низ. То есть это, знаете, комментарии рядовых россиян, как говорят. Какие-то дискуссии там на каких-то форумах, на каких-то площадках. Это часть каких-то там российских вот этих пропагандистских блогеров, которые прямо писали, что так им и надо. Мы били, бьем и будем бить. То есть они фактически признавали, что это удар российской ракетой. Они не видели в этом ничего плохого. Они считают это правильной тактикой в той войне, которую Россия ведет против Украины. И там вот была просто, конечно, ужасающая вакханалия в комментариях, в описаниях и так далее. Меня, например, больше всего поразило, когда выложили фотографии детей, которые сидят уже после удара вместе с врачами, капельницами и так далее. И там просто масса была комментариев россиян о том, что вот было бы хорошо сейчас второй раз прямо сюда ударить. То есть вот что вы там, значит, спите, запускайте вторую ракету или третью ракету. Как раз все уже вышли с укрытия, сидят на улице. Прекрасная цель. И вот эти две реальности, официальная позиция и абсолютно неофициальная, человеконенавистническая, они очень легко ужились в информационном внутреннем российском пространстве. То есть власть как бы выполнила задачу, представив официальную позицию, но она абсолютно не зачищала, скажем так, поле, где россияне прямо говорили о том, что мы все прекрасно понимаем, это мы нанесли удар и так и надо. Они даже этому каким-то образом способствовали. То есть разжигание вот этой ненависти среди россиян, оно достигло просто каких-то ужасающих масштабов. И это все делалось, конечно, тоже под полным контролем непосредственно российской пропагандистской машины. Вот это вот особенность, которая, в принципе, очень нечасто появляется вообще в российском информационном пространстве. Там, как правило, возможно, иногда с опозданием или какой-то там задержкой, но вбрасывается официальная версия, и все обязаны эту официальную версию поддерживать. Все обязаны ее комментировать в русле определенных каких-то там темников, которые спускаются сверху. В данной конкретной ситуации они, мне кажется, специально выпустили волну так называемого вот этого народного гнева обсуждения в совсем другом направлении, и наоборот, этому всячески способствовали, что так и надо, надо бить, надо бить по больницам, убивать всех, женщин, детей, украинцы вообще не люди и так далее. Это было очень заметно, и это какое-то определенное изменение даже информационной политики, которая направлена там на внутреннего пользователя. То есть, когда они работают уже, видимо, официальные какие-то нарративы, они начинают опускаться до самых низменных каких-то чувств и разгонять вот такие вот истории. Интересно, что в средствах массовой информации «Комсомольская правда», она говорила, вот есть тут такой титр, «Киевляне ответили на ложь Зеленского про удар по больнице Ахмадед». Ссылаются на некую Викторию Кузнецову. Кузнецову, они, это тут кавычки большие, естественно, «Киевлянка», которая накануне СВО приехала в Россию здесь и застряла, я думаю, как и большинство россиян, застряли в своей родной стране. В вынужденном российском заточении некая Кузнецова крайне продуктивно пишет для комсомолки, для наших зрителей, объясню, это может быть просто местный делец-журналист, который придумал себе очередную аноним, вот очередную персону, и от имени ее пишет. Вот ссылаясь на вот этих людей, несуществующих, российские пропагандисты описывают о том, что якобы киевляне говорят о том, что да нет, российская армия не могла ударить по больнице. Ну, как, я думаю, могут подтвердить и украинцы уже за 10 лет войны, и сирийцы, в том числе, и Россия еще как может убить по гражданским объектам. Вот вспомнили мы, да, о Совбезе ООН накануне, интересную мысль, абсолютно логичную. О ней сказал Сергей Кислица, украинский постпред в ООН. Россия пытается уничтожить украинских детей, которых не может похитить и перевоспитать. Еще раз напомню, об этом заявил на заседании Совбеза ООН, постпред Украины, при организации Сергея Кислица. По словам Кислица, удар ракетный по детской больнице Ахмадет демонстрирует глубокое пренебрежение России к любым мирным инициативам. Игорь, короткая цитата, вернемся к обсуждению. Павленческая деградация Кремля достигли такого уровня, что он без колебаний совершает преступления, которые подрывают видение мира в тех странах, от которых Кремль сейчас полностью зависим. Россия прекратит убивать и распространять насилие только, когда будет не способна делать это. Обязательно нужно сбивать российские ракеты. Обязательно нужно уничтожать российские боевые самолеты на их базах. Надо делать решительные шаги, чтобы ликвидировать угрозу. Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН. Также добавим, что те государства, которые председательствуют Совете Безопасности, в целом во время заседаний есть такая традиция, они организовывают ланчи рабочие в целом. Если мы можем, коллеги, сейчас показать это меню, ланчи, по случаю председательства России в Организации Объединенных Наций 9 июля 2024 года, тут там рыба и так далее, там подобное. Это по теме удара по украинской больнице Ахмадет. И вот, видимо, умельцы российские отличились в очередной раз. Чикен Киев, котлета по-киевски, с пюре. Слушайте, ну это выглядит как издевательство. Вот вам нет, Игорь, как вы видите? Либо это просто совпадение? Нет, это никакое не совпадение. Это откровенная провокация, откровенная провокация, которой занимаются, извините, моральные уроды. По-другому просто назвать это нельзя. Это специально сделано, понимаете? Они таким образом пытаются довести ситуацию до абсурда. Потому что вот в тех всех комментариях, которые писали россияне, вот эта фраза котлета по-киевски, она использовалась. Но теперь сами представьте, в каком контексте она использовалась. То есть явно не в контексте кулинарном, а в совсем другом. И они вот просто демонстративно плюют всей Организации Объединенных Наций в лицо, показывают, что у них вообще нет никаких минимальных даже моральных устоев. Сергей Кислицев очень правильно про это сказал, что здесь о какой-то морали или какой-то этике речь вообще не идет. И они показывают, что они будут делать то, что они считают нужным. И какое-то там международное осуждение их абсолютно не волнует. Они занимают свою позицию и будут эту позицию дальше, скажем так, продвигать. Тут просто вопрос, знаете, больше к представителям тех стран, которые приходят на такие ланчи, вам вообще как эта еда в горле комом не становится, да? Вы же прекрасно знаете, для чего это делается. И тут как бы параллели очень просто на самом деле найти. Поэтому в этом контексте вот даже такие истории, вот знаете, с меню, которые там традиционные для Организации Объединенных Наций, это часть российской пропагандистской кампании. Когда они вот такими вот действиями пытаются где-то отвлечь внимание, где-то перевести его в другую какую-то сферу, ну или просто максимально вывести его на уровень каких-то там банальностей, да, и показать, что ничего экстраординарного не происходит. То есть это целеустремленные акции, которые разрабатываются, которые планируются, которые потом непосредственно реализуются на практике. Поэтому тут сложно не согласиться с нашим постпредом, что единственным ответом на это может быть только ответ в виде сбития, уничтожения всего того, что россияне запускают, и с помощью кого они запускают эти ракеты, собственно говоря, по Украине. Это военное преступление, и Организация Объединенных Наций вместо вот таких ланчей она должна заниматься вопросом привлечения к ответственности виновных, тем более, что все виновные за этот обстрел, они буквально за один день были идентифицированы с фотографиями, именами, должностями и так далее. Вот теперь, по идее, он должен чем заняться, а не обсуждать и давать вообще слово стране-агрессору, выступать во время тех или иных заседаний в ООН. Игорь, вот вы говорите, довести ситуацию до абсурда. А не является ли абсурдом, в принципе, то, что мир продолжает играть демократию со страной-агрессором? Давайте вспомним, что полномасштабное вторжение началось, когда шел Совет Безопасности ООН. Давайте вспомним, что во время удара по Каховской ГЭС он праздновал День российского русского языка и так далее и тому подобное. Ну то есть, что еще должно случиться, чтобы это все прекратилось? То есть, ну это уже ли не является абсурдом, то, что сейчас там происходит? Нет, ну это абсолютно абсурдная ситуация. Понятно, что страна, которая напала на другую страну, она имеет право вето вообще на любые решения, которые касаются этого нападения. Но это, смотрите, это прежде всего свидетельствует о кризисе организации объединенных наций, о том, что те механизмы, которые были разработаны после Второй мировой войны, они могли как-то работать в двуполярной системе, когда было два блока, которые там, знаете, находились в состоянии холодной войны. И худо-бедно какие-то решения тогда можно было принимать и соблюдать какой-то баланс. Это, слушайте, парадоксальная ситуация, но получается, что даже механизма влияния на Советский Союз было больше, чем на сегодняшний день есть, например, на Российскую Федерацию. И в этом контексте, конечно, ООН здесь должно для себя принять решение, что дальше делать и вообще попытаться каким-то образом эту ситуацию, наверное, изменить. Тем более, что механизмы для этого изменения есть. И позиция той же Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций может сыграть свою роль. И вот после таких особенно ужасных событий, этот весь цинизм и абсурд, он как бы, ну, становится, ну, наиболее подчеркивается, он становится наиболее ярким. По крайней мере, пока представители ООН заявили о том, что ракета была российская, они вот еще дождутся там результатов следствия, которое уже там будет скоро, я думаю, закончено, потому что там все очевидно, и нашли обломки этой ракеты и так далее. И вот после этого интересный момент. Это военные преступления, а в полномочия ООН относятся расследование подобных преступлений в том числе. Вот интересно посмотреть, будет ли это сделано. Потому что если этого не произойдет, ну, тогда, в принципе, по большому счету, можно закрывать двери в такую организацию, как ООН, и гасить там свет, да, потому что она не выполняет даже минимальные функции, которые записаны в ее стае. Вы знаете, свои функции выполняют точно украинские специальные органы, правоохранительные органы, такие как Главное управление разведки именобороны Украины, Служба безопасности Украины, которые точно могут, скажем так, передать привет тем людям, которые ответственны за агрессивные действия против Украины. Игорь, спасибо вам огромное, рады вам всегда в нашем эфире. Игорь Рейтерович, напомню, был с нами на связи, политолог. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.